Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автор сайта Изба Вязали. Сейчас мы с вами свяжем и оформим вот такого замечательного кота. Домашнего, толстого и ленивого. Уйдет на это совсем немного времени, и вы получите просто чудную игрушку. Начинаем вязать. Начинаем вязать кота по нашей схеме. Для вязания у меня рыжие пряжи, полоски будут белые. Можно делать полоски, можно не делать. Пряжа может быть любая. Можно полоски делать пушистыми, а пряжу одна гладкую. Любые варианты. Я вам предложила схему вязания на моей машине из акрила, детский акрил, пихорка. По схеме видно, что мы набираем 40 петель и вяжем 64 ряда. Это для моего кота. По идее, вы можете взять те же самые мерки. Если у вас будет немножко другого размера кот, хуже от этого не будет, потому что это не вещь для ношения, она не требует каких-то особых расчетов. Кот может быть немножко потолще, либо похудее, в зависимости от того, как у вас машинка вяжет. Но самое главное, что вы должны сделать, это подобрать плотность для пряжи, которую вы будете использовать в вязании кота. То есть вы подбираете плотность вязания такую, чтобы в вашей машинке было легко вязать эту пряжу. У меня плотность стоит 5,5. Для этой пряжи она самая подходящая. И делаем набор. Набор петель любой, вот какой вам захочется. Я люблю набор обвитием. Если у вас машинка с грузиками, у меня, видите, платье, она не сами держит полотно. Машина с грузами требует оттяжек и вспомогательной нити. То есть провязываете вспомогательной нитью, набираете либо объем, либо косичкой, либо как вам удобно вязание по вспомогательной нити. Но желательно перед этим катушечный ряд провязать. Катушку легко вытаскиваете, она не деформирует полотно. И начинаем вязать кота. Если вы хотите по своему расчету, если расчет делает лениво или вы не очень сильны в этом, пользуйтесь моим расчетом, который вы видели в табличке. Вот таким образом мы сейчас провяжем кота. То есть я провяжу сейчас 18 рядов рыжим. Потом 7 раз сделаю ему 7 полосочек. Рыжий, белый, рыжий, белый. Остановлюсь на белой полоске и провяжу еще 18 рядов рыжим, однотонным. Вот такое вот вязание. Показывать процесс вязания, наверное, не обязательно, потому что в кате самое главное это сборка. Вот на сборке мы с вами остановимся очень подробно. Процесс вязания, наверное, не очень важен. Кроме того, что я провяжу тело, я буду вязать, естественно, голову и хвост. Схему головы вы видите также. То есть набираем 12 петель, вяжем 36 рядов. Мы голову просто сложим пополам и сошьем. Ну и хвост. Хвост из 4 петель состоит на нужную длину, какую хотите. Это на ваше усмотрение. Можно взять толстый хвост, можно тонкий. Можно, кстати, сделать хвост из травки. То есть вообще будет красота. Вон детали у нас получились. Тело, голова и 2 хвоста. Я сделала 2 хвоста на выбор. Простой и из травки. Когда кошка будет готова, мы будем уже приделывать хвост. Выберем, какой нам понравится больше. Травка пушистая, но он, правда, не слишком подходит по цвету. Поэтому, может быть, мы воспользуемся обычным хвостом. Руликом такой. Хвост в данном случае это просто рулик. Смотрим. Итак, пока хвост и голова нам не нужны, мы будем формировать тело. Складываем вот вдоль, тело вдоль. Находим середину передней и задней части. Можно просто воткнуть булавочки, чтобы не рисовать на кошке. Потому что, если рисовать фломастером, он может просвечивать насквозь. И будет некрасиво, если будет видно с лицевой стороны маркер наш. Так, отметили булавочками серединки. Теперь берем за уголок, вот эта вот ножка, вот эта вот наша середина тела. Потому что она симметричная, что спина, что перед. Поэтому берем с любой стороны. И складываем нашу деталь. Держа ее за уголок. Вот так вот. До булавки. Здесь подкалываем. И вот этот уголок, получившийся до булавки, до нашей отметки середины, просто зашиваю. Я беру нитку с иголкой и аккуратно зашиваю. Так, чтобы у меня все швы, здесь бок изделия и закрытой косичкой край ушли внутрь. Можно зашить, ну, удобным способом. Я зашиваю самым простым швом через край. Но так, чтобы все краешки, все краешки, все ушло вовнутрь. Захватилась иголкой. Дошиваю до отметки, до иголки. Дошили. Теперь делаю то же самое, только с другой стороны. Видите, вот моя колка. Заворачиваю другой уголок. И стараюсь делать так, чтобы у меня белая полоска совпала по размеру с той, которая у меня уже подшита. То есть, видите, вот полосочки у меня совпадают. Могу даже не закалывать. Совместили полоски. И этой же нитью я продолжаю зашивать, только зашиваю уже вторую часть. Можно, конечно, подколоть, чтобы четко выйти на уголок. То же самое делаю с обратной стороны. Если ваша деталь длинная, у вас будет длинное тело. Если деталь короткая, у вас тело будет коротенькое и толстенькое. Вы выбираете сами. Сейчас посмотрим, какая здесь получается кошка. Если немножко изменить форму прямоугольника, у вас будет совсем другая зверюшка. Вы можете создать целый зоопарк из зверей разной толщины, разного цвета, разного размера. Думаю, что ваш ребенок будет очень доволен таким поворотом событий. Потому что не каждый день мама с детишками делают игрушки. Так, дошили. Получилась вот такая вот конструкция. Зашитая с одной стороны. То же самое делаем с другой. Складываем. По уголочку. То есть, мы складываем вот так вот. Вот. У нас получается вот такая вот конструкция непонятная. В итоге. То же самое делаем с другой стороны. И так же зашиваем. Зашили третью часть. Теперь то же самое делаем с последней. Зажимаем, совмещая полосочки. Самое главное совместить полоски. И этой же нитью дошиваем до конца. Здесь у нас остается технологическое отверстие для выворачивания набивания. Которое мы сейчас и будем заниматься. Так, здесь булавка тоже. Лужу можно вынуть. Зашиваем четвертую лапку. Ну, вы уже, наверное, поняли, что это лапки кошки. Сложного ничего нет. Главное плотненько сшивать. До конца. Через технологическое отверстие аккуратно выворачиваем нашего кота. И расправляем ему ножки. Три, четыре. Эту задачу можно поручить ребенку. А в следующий момент однозначно должен делать ваш ребенок. Так, получается вот такое вот тело. Вот это вот уже видно, что будет кот. Берем набивочный материал. Для этого я купила вот такую подушку. Это подушка. Видите, она небольшая. С холофайбером. Спать невозможно. Для игрушек это самый лучший материал. Подушка вот такая вот стоит совершенно недорого. Меньше 100 рублей. Она специально для оформления интерьеров. То есть наволочку вы делаете сами. А набивка уже вот такая вот лежит в этом пакетике. Поэтому покупайте такую. Либо самую дешевую, которую найдете в каком-нибудь Ашане. Или в Карусели. Не знаю, какие у вас магазины сетевые есть. Там есть самые дешевые подушки. В них, как правило, вот такой вот наполнитель и присутствует. То есть самый дешевый наполнитель для наших игрушек вполне подойдет. Он гипоаллергенный. Он легко стирается. Он очень хорошо держит форму. И в то же время легкий. Поэтому берем вот этот гипоаллергенный наш наполнитель. И набиваем кота. Вполне можно поручить ребенку эту операцию. Он будет, я думаю, очень рад такому ответственному заданию. И набиваем плотненько так, чтобы кот хорошо у нас принял форму. Зашивать технологическое отверстие удобно петля в петлю. Вот такой вот способ. Иголкой. Когда петля с одной стороны подцепляется, петля с другой стороны. Напротив нее берется следующая петля. Видите, вот такие вот получаются протяжечки. Потом достаточно потянуть и у вас идеальный шов. Все. Очень плотно шва практически нет. Самое главное выбрать один петельный столбик и по вот этим вот петелечкам захватывать их с одной стороны, с другой. Затянули, шва нет. У нас идеальный шов. Идеально сшитый. Закрепили иголочку, нитку и все. Вот это вот тело кота. Какая-то часть будет задняя, наверное, вот эта, которая потолще. И передняя, там с лапки получились поменьше. Вот сюда мы сейчас будем делать голову. Сюда хвост. Вот такой. И голову. Делаем то же самое. Берем нашу голову, выворачиваем ее лицом к лицу и зашиваем квадратик. Причем там, где у нас сгиб, это будут ушки. Здесь обязательно оставляем острые краешки. А здесь внизу можно немножко скруглить, чтобы вот этих вот углов не было. Потому что нам придется их все равно немножко подбирать. Чуть-чуть скруглить, чтобы не остренький краешек был. Вот, буквально сантиметр. И зашиваете, оставляя технологическое отверстие снизу. Сшили голову. Немножко скруглили краешки. Выворачиваем через технологическое отверстие, которое оставили внизу. Так вот. И вот так вот. Вот эти вот ушки, которые у нас получились, мы можем зашить сразу. Вот где-то даже до середины. Вот эта вот каша. Видите, с одной стороны ушей нет, с другой стороны они есть. Поэтому эти ушки зашиваем сразу. Берем ниточку. И где-то вот здесь вот. И просто мелкими стежочками зашиваем наше ухо. Оно не должно участвовать в набивании головы. То есть, когда мы будем набивать набивочным материалом голову, ухо мы набивать не будем. Оно останется таким вот плоским. И немножко загнутым. Также делаем второе ухо. И набиваем голову набивочным материалом. Зашиваем после этого технологическое отверстие, подправляя его внутрь. Выбираем коту глазки. Это у меня пайетка, пуговка, натуральный кошачий глаз, натуральный кошачий нос. Натуральный имеется в виду специально сделанный. В кукольных магазинах сейчас продается много всякой фурнитуры для фармения игрушек. К сожалению, про нос я забыла. Я пошла искать глаза для кота и нашла нос. Сюда он бы подошел просто идеально. Кошачий нос. Но, в принципе, можно его вернуть. Но вообще для него есть специальный стопор с обратной стороны. Я кота уже зашила. Конечно, можно все это распороть и вставить нос опять. Я, наверное, так и сделаю, потому что нос очень подходит по размеру. Куда его еще в такого девать? Поэтому сейчас я распарю шов, вставлю нос и будем разбираться с глазками. Конечно, настоящие кошачьи глаза, это в данном случае не вариант. Это на большую кошку. С такими вот синими глазами она похожа на чудовище. Поэтому я остановилась на пайетках. Две пайетки, либо очень маленькие пуговки и натуральный нос. Так это будет больше похоже на кошку, чем вот такие вот гигантские синие или черные глаза. Поэтому сейчас я распарю шов и вставлю вот этот нос. Если у вас нет пластикового носа, тогда берете остатки черной пряжи и вышиваете носик, глазки. Проблем вообще никаких. То есть формируете мордочку кошки по своему желанию и по возможностям. То есть смотри какая фурнитура у вас в наличии. Убираем то, что нам нужно. То, что у нас есть, подбираем. И пришиваем нос и глазки. Можно этой же черной пряжей оформить усы. Можно на самом деле, когда мы сделаем нос, сделать перетяжку. То есть вот так вот затянуть мордочку, она будет еще иметь форму. То есть если подшить несколько раз. Если вот так вот зажать, меняется конфигурация головы и получается такой эффект вытянутой мордочки. Можно при помощи иглы сконструировать кошке лицо. Можно этого не делать. Поэтому сейчас я вставлю нос, пришиваю пайетки в виде глаз. И ставим на место голову, пришиваем. И хвост, какой мы хотим. Просто пришиваем хвост. Либо такой, либо такой. И кошка наша готова. Вот собственно все секреты. Кот готов. Мы всего лишь пришили морду, пришили хвост. И все. Вот такой толстый, ленивый кот. Усы просто ниточками. Просто стежки. Здесь стежки более толстой пряжи. Нос пластмассовый. Можно тоже делать из пряжи. Глазки у меня пайетки. Глазки можно из тряпочки. Можно синий пряжи. Просто сделать большой толстый узелок. И узелок будет выполнять роль глаза. Все. Самые простые материалы. Самые простые. Получается вот такая вот. Интересная зверюга. Простая, но она выполнена с любовью, с душой. Я думаю, что ребенку это будет отличный подарок.